Народ, всем привет! Давненько у нас не было бойцов из бюджетной серии Redmi, и сегодня таким стал Redmi 9C. Смартфонов еще нет в глобальной продаже, на дату записи этого ролика, возможно, вы будете смотреть позже, но нам удалось достать инженерный его образец. Поэтому мы сможем обглодать, обсмотреть, обсудить и сделать первое впечатление о смартфоне, и, в принципе, показать его внешний вид и его главные отличия и характеристики, чем он сможет похвастаться. Но прежде чем начать, я хочу кое-что обозначить. В бюджетной серии Xiaomi, а впоследствии и Redmi, главной и основной задачей всегда было три важных фактора. Первое. Иметь максимально хорошую автономность. Второе. Выделяться своим дизайном и красотой на фоне конкурентов. Ну и третье. Иметь набор функций, чтобы человек, приобретавший себе бюджетный смартфон, мог ни в чем не нуждаться. И всегда. Что у Xiaomi, что впоследствии Redmi, с этим проблем не было. Что касается Redmi 9C, сейчас обсудим. Итак, первое, что присоединяется в глаза после дизайна, это экран. 6,53 дюйма и разрешение HD+, не Full HD. Сразу ответ на вопрос, почему. Ответ кроется в первом критерии бюджетной линейки смартфонов Xiaomi, ну или Redmi, кому как удобнее. А именно автономность. Естественно, HD+, разрешение съедает чуть меньше батарейки, в этом есть его выигрыш. Людям, которые берут себе такой смартфон, куда выгоднее иметь больше автономности. Вот и ответ на вопрос. Второе, это чипсет. Здесь стоит MTK Helio G35. И безусловно, мы знаем, что у нас люди делятся на два типа. Это те, кто ненавидит MTK, и те, кому в принципе все равно. Здесь же я тоже поясню, так как это бюджетный смартфон, его главной задачей является не тянуть на ультрах супер крутые игрушки, а просто тянуть. Тянуть приложение, тянуть задачи, тянуть некоторые даже простые игры или даже непростые игры. И в принципе для бюджетного смартфона G35 хватает с головой. Кстати, интересный факт. Redmi 9C является первым смартфоном, на котором установлен именно Helio G35. Но возвращаясь назад, почему хорошо, что именно он здесь стоит, так это главная его особенность. Это довольно энергоэффективный чипсет. А мы вспоминаем первый пункт про автономность и понимаем, что именно это смартфону и нужно. Максимальная энергоэффективность. Чтобы, что правильно, было как можно больше времени работы на одном заряде. Ну и третий момент. Это, естественно, несмотря на энергоэффективность, меньше затраты энергии экрана. Главное, чтобы еще у нас был хороший объем аккумулятора. Ну, здесь нас также не обделили. 5000 мАч. Не знаю, удивишь ли кого-то этой цифрой сейчас, в середине 2020 года. Но, по-моему, еще до сих пор люди удивляются. И в принципе 5000 это очень-очень здоровая цифра. Особенно, как для аккумулятора в смартфоне, особенно при таких характеристиках, понимая, как мало он будет тратить и как долго будет жить. Ну и последнее, чем хотелось бы добить конкретно суть автономности Redmi 9C. Как мы знаем, очень большую роль во всем этом играет ПО. У нас здесь уже с коробки установлено MIUI 12. А MIUI 12 очень хорошо разработчики поработали конкретно над энергоэффективностью смартфона. Поэтому здесь прям все карты в руки. Жить он точно будет долго. Ну и как же без минусов? Разъем microUSB. Середина 2020 года все давным-давно переходят на Type-C. Здесь же microUSB. Но здесь я могу как и поругать Redmi Z, так и высказаться в их сторону положительно. Ну, например, возьмем тот факт, что люди, берущие себе данный смартфон, по-моему, им вообще все равно. Type-C у них или microUSB им вообще совершенно не важно. Не важно. Важно. Зачастую это либо рабочая мобилка, либо вторая мобилка, либо для ребенка, бабушки, дедушки, либо для тех, кто только-только переходит из старых добрых звонилок. А еще такие остались, кто с кнопками ходил и хочет себе взять максимально бюджетный какой-то смартфон. Им вообще все равно, что у них Type-C или microUSB. А так как этих microUSB портов завалялось в складе очень много, почему бы не вставить именно сюда, в такие смартфоны, где человеку не важно, какой у него порт. Ну и маленькая характеристика, поддерживает мощность до 10 Вт. Что-то мы с вами вот так обсуждаем, обсуждаем, а сзади так и не посмотрели. А сзади у нас действительно неплохой дизайн. Во-первых, цветовые решения, новые, интересные, яркие, есть, конечно, и черные, но вот, например, этот оранжевый смотрится очень так неплохо. Корпус пластиковый, но не просто пластиковый, а некая рифленая поверхность. Ну и интересное расположение модуля. Камера квадратная, сверху слева, смотрится не ново, но свежо. Ну и, безусловно, есть сканер отпечатка пальцев. Мое любимое слово, безусловно, проскакивает везде. Это главное, но не суть. И, в конце концов, у нас есть 3.5 джек. Все как надо. И слот для карт памяти. Для этих карт памяти, как они называются? Сим-лоток. Хорошее слово. Но часто забывается. Сим-лоток я сейчас покажу, только мне нужна скрепка. А у нас инженерный образец, поэтому комплекта нет. Будем искать скрепку. Когда ты работаешь с историей, скрепок у тебя много. Поэтому достать их довольно легко. Так вот, главная особенность этого лотка. Так как это бюджетный смартфон, он по-любому должен быть с двумя... Он по-любому должен быть с двумя сим-картами. Ну и здесь еще и с карточкой памяти. И что самое интересное, с карточкой памяти до 512 гигабайт. Хорошо? Прекрасно. Вот, как бы, и главная особенность бюджетных смартфонов. Вот иметь все вот эти минимальные. А где-то и максимальный набор функций, которыми должен пользоваться человек и ни в чем не нуждаться. А, ну и камера. Мы, конечно же, забыли обсудить камеру. Так как это инженерный образец, нет смысла сейчас сделать и показывать фотографии. Потому что к выходу глобальной версии очень много поменяется. Немножко железка, возможно, переставят. Но это не факт. Но то, что допилят ПО, которое очень неплохо так влияет на конечную фотографию. Мы не можем вам сейчас их показать, потому что это будет нечестным. Сейчас мы покажем одни фотографии. Вы сделаете какие-то выводы. А потом выйдет нормальная глобальная версия. И будут уже совсем другие результаты. Конечно же, лучше. Ну, понимаете, разница между инженерным образцом и итоговым. Но здесь у нас основное имеет разрешение на 13 мегапикселей. Два дополнительных на 2 мегапикселей. И фронталка разрешения на 5 мегапикселей. Я думаю, пока это вся интересная информация, которую мы можем вам здесь в этом первом впечатлении предоставить. Ну и надо бы подвести какой-то маленький итог по смартфону Redmi 9C. В принципе, как и говорил в начале, любой достойный бюджетник должен отвечать трем самым главным и важным критериям. Здесь, какой из них ни возьми, все находятся где-то на высоте. Берем автономность, она где-то в космосе. Красота и дизайн тоже где-то в космосе. Наличие минимальных и максимальных возможностей по потребностям покупающего у человека тоже где-то в космосе. Есть все необходимое и даже больше. Один вопрос. Это точно бюджетник?